Доброе утро. Доброе утро. Можем ли мы начинать? Готовы ли мы? Ну что ж, давайте начнем. Доброе утро. Добро пожаловать на основную сессию по устойчивому развитию окружающей среды в рамках IGF 23 в ГИОТО. Доброе утро. Устойчивое развитие – это сегодня один из приоритетов глобальной повестки на всех уровнях, будь то правительственной, экономической или индивидуальной. Я забыл представиться. Я Эдмон Чунг из ДАД Азии, и я сейчас в Совете ICANN состою. В последние несколько лет мы знаем, что в 2020 году разразилась пандемия, и мир стал свидетелем снижения беспрецедентного за всю историю глобальных выбросов СО2. В первую очередь из-за закрытия предприятий, но в то же самое время мы видели резкий рост использования интернета. Люди покупали продукты через интернет, общались через интернет, и мы увидели, что в прошлом году, когда все эти запреты на передвижение сняли, выбросы углекислого газа вновь достигли рекордных значений. Однако интернет все еще неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, и устойчивость к инфраструктуре при этом важный вопрос. Что здесь нужно сделать? Какие действия можно предпринять? Как можно говорить об этом? Какие уроки мы извлекли? Мы говорим не о том, чтобы меньше пользоваться интернетом. Дело не в том, чтобы смотреть более короткие видеоролики. С другой стороны, цифровые достижения технологий имеют потенциал в области решения проблемы изменения климата. И, может быть, вопрос здесь в том, как можно делать больше и тратить меньше ресурсов. Ключ к снижению ущерба и раскрытию потенциала лежит в более глубоком понимании комплексных взаимосвязей, иногда против противоречивых интуитивному пониманию взаимосвязей между использованием технологий и воздействием на окружающую среду. Мы в ДОТ-Эйжа недавно запустили инициативу интернет ДОТ-Азия. Здесь, в Киоте, мы запустили эту инициативу. И вместе с АПНИК, при поддержке HBS и фонда АПНИК, мы запустили эту инициативу в начале этой недели здесь, на форуме. Мы запускаем индекс, который будет измерять экологичность. Вы можете сами этот индекс посмотреть на веб-сайте «Экоинтернет-индекс», он называется, или зайти на выставку на наш стенд и там познакомиться. Я работаю именно над этим вопросом в рамках ICANN. И вы можете видеть, что в целях директора ICANN, которые установлены на 2024 год, есть цель 8, которая призывает к разработке комплексного подхода для разработки и реализации экологической устойчивости ICANN. И здесь мы тоже на IGF видим работу и результаты политической сети по окружающей среде и цифровизации. Это отражает текущую работу ООН по достижению ЦУР. Именно в этой сессии мы будем об этом говорить. Здесь с нами лидеры индустрии. Среди них Дэвид Сутер, международный эксперт по ЭКТ и развитию. Он часто работает с APC. Майк Лукен, председатель инициативы «Позитивная планета» на 2030 год. Он тоже занимается вопросами устойчивого развития. Дольче Суарес, инженер и руководитель сектора водоснабжения компании «Семили Тех» в Тимур-Леште. Кемли Камачо представляет кооператив «Сула Бацу». Он уже 25 лет занимается разработкой феминистских экономических альтернатив солидарности в условиях цифрового общества. Мактар Сек, начальник отдела инноваций и технологии экономической комиссии ООН для Африки. И Аксель Калахаки, директор по экономическому и социальному развитию в вопросах цифровизации GIZ. Без промедления передаю слово Давиду Соутеру. Расскажите о своей работе по вопросу разрыва парадигмы между цифровой и экологической политикой. Спасибо за то, что представили меня. Прошу прощения, что я опоздал. Я заканчивал предыдущую встречу. У меня, я так понимаю, минут пять или шесть. Мы как раз вчера говорили об этом. В понедельник в речи премьер-министра Японии мы говорили о том, что искусственный интеллект будет изменять историю человечества. Это совершенно верно, и это касается и изменения климата. В отношении обеих этих тем мы сегодня подошли к критической точке. И фундаментальная проблема здесь – это необходимость диалога между сообществами экспертов, сообществами практического приложения и недостаток диалога на тему охраны окружающей среды в контексте цифровых технологий. Цифровая политика, которая неустойчива с точки зрения экологии и охраны окружающей среды, будет неустойчивой во всех отношениях. И поэтому, если мы хотим построить устойчивое цифровое сообщество, то мы должны смотреть на этот вопрос шире. Это непросто, и нет никаких гарантий, что мы с успехом сможем это сделать. И для того, чтобы достичь этой цели, мы должны оптимизировать вклад оптимизации. Мы должны сделать так, чтобы он способствовал сокращению ущерба от процесса изменения климата. И сократить наш углеводный след при помощи цифровых технологий. Устойчивость – это, конечно, не только окружающая среда. Это еще и баланс между экономическим и благосостоянием, социальными вопросами и, конечно, окружающей средой. Все это подразумевает разные приоритеты, между которыми необходимо находить баланс. И это все три критичные проблемы – экономика, социология и окружающая среда. Мы говорим также о потреблении энергии в контексте климата и о том, что существует неустойчивая эксплуатация использования минералов и природных ресурсов. И при этом растет объем отходов электронных в результате более активного использования технологий. Необходимо принимать во внимание не только прямое воздействие того, как мы потребляем цифровые ресурсы, но и косвенное воздействие, связанное с видами деятельности, такими как электронная торговля, например. Как это влияет на потребление и увеличивает потребление, и какие социальные нагрузки это накладывает на общество. Это влияние, конечно, растет по мере того, как разрабатывается искусственный интеллект, хорошее и плохое влияние. Но так или иначе задействованы те три области, которые я упомянул, будь то интернет вещей или какие-то другие сферы. Поэтому, когда мы говорим о структуре рамочной по управлению ИИ, то эти три вида устойчивости нужно учитывать. Мы должны налаживать более устойчивый диалог между всеми заинтересованными кругами. Существует тенденция таких форумов, как наш, обещать какие-то цифровые решения, которые выглядят хорошо для тех, кто находится внутри нашего цифрового сообщества. Но они не опробованы, и они не совсем понятны тем, кто находится вне нашего сообщества. И поэтому приоритеты здесь могут быть разные. Мы должны более активно заниматься образовательной работой, коммуникациями между нами и другими кругами. Я также говорю о необходимости встраивать вопрос приоритета охраны окружающей среды и экологической устойчивости в нашу работу. Он занимается вопросами включения экологии в цифровое развитие с тем, чтобы зеленые цели становились цифровыми и наоборот. Третье мое предложение касается циркулярной цифровой экономики. Так, чтобы мы могли более эффективно использовать ресурсы, которые без того дефицитны, сокращать расходы и отходы, в том числе электронные отходы, продвигая идею ответственного и устойчивого потребления и технических продуктов тоже. И мне кажется, что это вопрос оптимизации скорее, чем максимизации цифровых технологий. Четвертое. Это вопрос стандартов. Органы, которые устанавливают эти стандарты, должны включать факторы охраны окружающей среды при разработке стандартов, сокращение использования энергии. И ресурсов, которых существует недостаточно, все это должно учитываться при использовании цифровых технологий. И последнее, что я хочу сказать, это необходимость мониторинга того, что полезно, что вредит нам, и какие у нас есть критерии мониторинга и отслеживания прогресса. Насколько процессы транспарентны, насколько у нас независимая оценка существует, насколько существует у нас независимый анализ. Необходимо подключать Организацию Объединенных Наций и другие международные организации к этому процессу. Спасибо. Это все важные предложения, особенно, мне кажется, они откликаются на этой сессии. Следующий у нас выступающий Майк, он расскажет немного подробнее о том, что делает техническое сообщество в этом направлении. Спасибо. Большое спасибо. Для меня огромная честь принимать участие в этой дискуссии. Давайте я расскажу вам о нашей ассоциации. Это самая крупная профессиональная ассоциация. У нас 400 тысяч членов в 190 странах. Мы известны многим, в том числе стандарты 2000 года. Если вы используете Wi-Fi, то вы используете наш стандарт. В рамках нашей деятельности пару лет тому назад Объединенная Ассоциация по стандартам запустила инициативу по стандартам в области искусственного интеллекта. Мы сегодня не об этом говорим, но я хочу привлечь ваше внимание к этому документу. Это проектирование на основании этики. Это принципы формирования стандарта с опорой на этику. И в прошлом году мы начали планировать переход к 2030 году с тем, чтобы составить прагматичные рекомендации по достижению коммунистических эффектов. Опираясь на процесс формирования консенсуса, в настоящий момент около 180 человек принимают участие из разных стран мира. По-моему, 29 стран представлены. Так вот, первый проект говорит о устойчивости на основе спроектированности, и с ним можно ознакомиться. У нас есть еще одна инициатива с тем, чтобы углубить инициативы позитивное планирование и сформулировать, какие есть проблемы в области стандартов технологий и в дорожных картах. Я говорю об этом сейчас, потому что приглашаю вас всех принять в этом участие. Далее. У нашей деятельности. Защитные механизмы и достижение долгосрочной стабильной биосферы – это наша долгосрочная цель. Создать биосферы, в которой возможно существование всех форм в жизни. И через 100 лет, и через 1000 лет, и через 100 тысяч лет. Это наша светлая цель, к которой мы стремимся. Что же нужно сделать для того, чтобы прийти к этой светлой цели? Решить проблему изменения климата или потепления климата нужно добиться нулевых выбросов углекислых газов и снижения выбросов парниковых газов, которые в настоящий момент приводят к утрате сбалансированности нашей атмосферы. То есть вернуться к тому уровню, который был в эпоху дознатурализации. Далее ЦУР, ООН, необходимо выполнить эти цели. И, возвращаясь к комментарию Дэвида, нам необходима надежная экономика, потому что мы ограничены имеющимися у нас ресурсами. И необходимо решить проблему отходов. По сути, это означает, что все, что мы производим, должно быть таким, чтобы можно было разобрать и на молекулярном уровне использовать для создания других материалов. Мне нравится термин «распроизводство». В-третьих, восстановление экосистем. Мы нанесли огромный ущерб, мы должны этот ущерб ликвидировать. Это не означает, что эти экосистемы удастся вернуть в первозданное состояние, но эти экосистемы должны быть здоровыми. Принципиальным для достижения этой цели является вопрос энергоснабжения. Об этом говорили и два других докладчика. Чистое, доступное, устойчивое энергоресурсы – это то, что необходимо для решения этой сложной проблемы, точнее, этого сложного набора проблем. Электрификация различных секторов экономики, использование водорода как источника электроэнергии и проблема использования чистых источников энергетики для того, чтобы производить питание, чистую воду и так далее. Это глобальная проблема, которая требует контекстуальных решений. Невозможно использовать единое решение для всех. В некоторых регионах можно использовать геотермальную электроэнергию, в других – солнечную, в третьих – нужно изыскивать другие испорешения. Это означает, что необходимо обмениваться опытом. После того, как будут решения, найденные в некоторых странах и регионах, необходимо поделиться этим опытом. Необходимо создать некий общий набор цифровых познаний с тем, чтобы их можно было быстро применить в другом контексте. В-четвертых – стандарты. Стандарты – это очень важно. Стандарты уже упоминалось. Стандарты очень важны для взаимосовместимости. Я хочу подчеркнуть, что составление стандарта начинается с описания рабочего процесса. Потом уже обеспечивается функциональная совместимость, потом безопасность и устойчивость. При разработке стандартов устойчивость означает выбросы, загрязнение, устойчивость и распроизводство, интересы молодежи и так далее. Все это может найти отражение в стандартах. Можно говорить об этом, так называемое, регенеративное проектирование или проектирование с целью обеспечения долгосрочной устойчивости. Для этого всего необходимо системное мышление. Как я уже говорила, есть много подходов к стандартам. Для этого необходимо системное мышление. Что ждет дальше? Что произойдет дальше? Это, наверное, самый важный момент. И это то, почему мы все здесь находимся в составе АДЖФ. Необходима подотчетность, необходимо собирать данные, необходимо согласовать, по каким параметрам данные будут собираться, каким образом моделировать и проводить проверки и аудит, проводить валидацию и так далее. Именно поэтому я считаю, что среда с участием множества заинтересованных сторон так важна, поскольку таким образом мы можем прийти к единому соглашению о том, каким образом решить эти очень сложные взаимосвязанные проблемы. Спасибо, Майк. Большое спасибо за то, что вы упомянули искусственный интеллект и этику. Я принимала участие в формировании этого документа, и другие присутствующие в зале также принимали в этом участие. Но одним из вопросов, это напрямую позволяет нам прикинуть мостик к следующему докладчику, это как раз обмен знаниями. Расскажите, пожалуйста, о том, какая работа ведется на местах. Спасибо, Эдмун, спасибо за приглашение принести участие в этой дискуссии. Как я уже ранее говорила, я представляю местную техническую компанию, которая находится на Тимир-Леште. Из тех, кто находится в этом зале, кто знает, где находится Тимир-Леште? Здесь практически нет представителей Тимир-Леште, хотя это мероприятие, это прекрасная возможность для того, чтобы познакомиться с коллегами. И Апник дал мне возможность прибыть сюда и рассказать о нашей работе на месте. Что такое Тимир-Леште и какая у нас ситуация в стране? Для того, чтобы вы лучше представляли себе контекст, в котором мы работаем. Тимир-Леште – это страна Юго-Восточной Азии, малое странное государство, находится между Индонезией и Австралией. Население – 1,3 млн человек, то есть относительно маленькая страна. Страна с очень сложной историей при этом. 400 лет мы были под колониальным игом, а это означает, что наш процесс развития начался 22 года тому назад, в 2002 году. Мы начинаем построение нашей нации, идем по тому пути, которым прошли другие разведывающие страны и следуем по их пути с точки зрения использования технологий. Давайте я расскажу вам о использовании интернета на Тимир-Леште. У нас очень низкоскоростной интернет, 4,5 мегабита в секунду, очень низкая скорость по сравнению с другими странами. У нас очень ограниченная инфраструктура, в том числе, что касается доступа к широкополосному интернету на селе. И это мешает широкому распространению интернета. 49% населения используют интернет. Тимир-Леште использует мобильную связь для подключения к интернету и дорогую спутниковую связь. В правительстве есть план проведения оптоволоконных интернет-путей, но мы не знаем, когда точно это произойдет. В основном интернет используется на работе, а население использует социальные сети. Это важный источник информации и каналы коммуникации. Теперь давайте перейдем непосредственно к сегодняшней теме. Я расскажу об устойчивости экологии, относительно того, что касается управления ресурсами, водой и изменения климата. И затрону, каким образом это связано с цифровыми технологиями непосредственно в нашей стране, в Тимир-Леште. Когда мы говорим о восстановлении нации после войны, сначала мы начали заниматься инфраструктурой в области водоснажжения. Однако в 2016 году мы пострадали от Ленини, и нехватка воды стала очень острой. Все инвестиции на Тимир-Леште были направлены на водоснабжение. В 2020 году произошло Ленини, и опять водоснабжение вышло на первый план. Что же нам сделать с тем, чтобы управление водными ресурсами можно было интегрировать с другой работой? Хочу также рассказать вам о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся на Тимир-Леште в области экологии и изменения климата. Чаще всего крупные неустойчивые инвестиции в технологии заканчиваются вместе с окончанием проекта. Международные организации предоставляют поддержку проектов очень дорогостоящих, которые имеют высокую техническую составляющую, и они не являются неустойчивыми. Нередко это означает, что необходимо приводить в страну специалистов технических, что очень дорого, и правительство не может себе этого позволить. И, по сути, это не способствует дальнейшему развитию. Одновременно с этим адаптация к изменению климата и программы жизнестойкости не опираются на обмен опытом и на сотрудничество, поскольку ограничены лишь конкретным проектом и итогами этого проекта. Учитывая ограниченный объем ресурсов, работа международных учреждений раздроблена, инвестиции в технологии неустойчивы и не имеют положительных последствий в долгосрочной перспективе. И это означает, что все инициативы имеют краткосрочный проектный характер. Роль частного сектора состоит в следующем. Правительство работает медленно, зависит от бюджетных распределений, бюджетных антигнований, зависит от политической обстановки. Каким образом может принять в этом участие частный сектор? Мы компания частного сектора. У нас инновационный подход. Мы сотрудничаем с местными организациями на местах, которые занимаются сохранением водных и ресурсов, и земляных участков. Частный сектор, по сути, проводит валидацию проектов, которые были проведены организациями на местах, и это может повлиять на правительство наличие такой валидации с точки зрения принятия решений правительством. Например, мы создали систему предупреждения с тем, чтобы контактные лица получали информацию по электронной почте, по СМС, и они могут обучить население, если приходит такое сообщение, что это означает, как на него нужно реагировать. Если это что-то связанное с экологией. Например, показатель уровня воды. Если в течение трех дней из бака воды вода утекает, то они получат сообщение, необходимо что-то сделать для того, чтобы лучше управлять водными ресурсами. Либо найти какое-то альтернативное решение, чтобы не допустить такого разбазаривания водных ресурсов. Или поступает информация о погоде. На Тимор-Леште во время засушливого периода срезают все, что на полях выросло, и сжигают. Это негативно влияет на климат. Мы информируем сообщество об этой практике и что можно сделать конкретно для того, чтобы по-другому вести сельское хозяйство. И каким образом лучше обращаться с водными ресурсами и с экологическими ресурсами в их распоряжении. На этом я остановлюсь. Очень интересное замечание. Устойчивость проектов по повышению устойчивости. На Тимор-Леште поддерживала проект. Мои специалисты туда пролетали. Очень красивая страна. Добро пожаловать на Тимор-Леште. Но, когда мы говорим об устойчивости, необходимо действительно взаимодействие с другими аспектами устойчивости. И следующий как раз участник дискуссии сможет высказаться в этой связи. Большое спасибо. Благодарю вас за приглашение принять участие в обсуждении этой темы. Для меня это огромная честь. У нас всего 6 минут, поэтому я зачитаю свое выступление. Я хочу внести в этот разговор, поделившись с вами моими соображениями об использовании цифровых технологий для устойчивой экологии. Мы разработали их вместе с организациями социальных движений. Феминистское движение, движение социальной солидарности экономики и движение коренных женщин. У меня времени немного, поэтому я выберу лишь одно или два из их предложений или призывов к действию. Движение коренных женщин использует слово «мировоззрение». В том, что касается цифровых технологий и экологии, они бы хотели озвучить озабоченность по следующим вопросам. Во-первых, кто будет ликвидировать отходы, связанные со всеми устройствами, которые установлены на их технологиях? Наш образ жизни не связан с теми отходами, которые производятся в результате этих устройств и теми знаниями, которые производятся белыми людьми и технологиями, которые производятся белыми людьми. Каковы гарантии того, что эти устройства для устойчивого развития, устройства для изменения климата не используются для того, чтобы за нами следить в нашей повседневной жизни? Поскольку они следят за состоянием природных ресурсов, а эти природные ресурсы для нас священны, являются неотъемлемой частью нашей жизни. Если они собирают информацию о нашей территории, о нашем мировоззрении, то пусть знают, что это наша собственность, это наша жизнь, наши ресурсы. Забота. Вот слово, которое нужно использовать для определить предложение феминистского движения. Забота о человеке, забота о планете должно быть центральным элементом всех процессов по сбору данных и устройств, которые используются для экологической устойчивости. Цифровые технологии на службе устойчивости и экологии должны быть конструкциализированы, а модели данных должны соответствовать нашим моделям распределения земных ресурсов, участия в социальной динамике действий женщин и так далее. Мы, как женщины и наше сообщество женщин требует участия в цифровых технологиях для обеспечения устойчивости и в области управления природными ресурсами и экологией. Те процессы, которые будут развиваться в нашем контексте. С самого начала разрабатывать коллективные модели данных и создавать коллективные цифровые решения, создавая процессы, в которых забота будет включена в качестве одного из цифровых решений. Солидарность. Это то, как необходимо характеризовать движение по социальной солидарности. Выживание человечества зависит от солидарности. Цифровые технологии могут внести свой вклад в это или уничтожить нашу планету. Мы требуем ответственного употребления цифровых технологий, особенно в богатых странах со стороны хорошо подключенного населения и корпораций. Цифровые технологии для технологий должны быть использованы в надлежащей мере, чтобы обеспечить сбалансированность между негативным воздействием и пользой. Это возможно только тогда, когда центральным элементом будет солидарность. Цифровые технологии для экологии и устойчивого развития должны опираться не только на данные. Необходимо также и понимать их как технологию, которая позволяет организовывать сообщества, которая укрепляет возможности для участия граждан. Сбор данных о природных ресурсах, об управлении природными ресурсами, измене климата и так далее должны в обязательном порядке соответствовать участию граждан и участию их в формировании такого надзора. Мы требуем участия и требуем включения уважения нашего мировоззрения, включения вопросов с заботой и солидарностью в качестве основополагающих принципов сработки цифровых технологий для устойчивого будущего. Большое спасибо. Мне кажется, очень интересным то, что практически все выступающие говорили о том, что необходимо изменить поведение не только тех, кто создает технологии, но и тех, кто их использует. Мактер Сек, следующий выступающий, который представляет экономическую комиссию по Африке. Большое спасибо. Благодарю вас. Доброе утро. Я благодарю вас за приглашение экономической комиссии по Африке принять участие в этой дискуссии. Вы знаете, что обсуждение цифровых технологий, изменение климата – это очень важная тема на данном этапе. Почему? Да потому, что цифровые технологии оказывают как положительное, так и негативное воздействие на природу. И нам необходимо учитывать это при формировании цифровой политики. В целом, когда мы говорим о национальной цифровой политике, экологические аспекты, как правило, не учитываются в надлежащей степени. При реализации стратегии цифровой трансформации Африки мы в комиссии по Африке оказываем поддержку африканским странам с тем, чтобы при формировании национальной политики по цифровым технологиям учитывались бы экологические вопросы. Почему мы это делаем? Да потому, что мы ориентируемся на статистику. Цифровые технологии составляют от 1 до 5% выбросов парниковых газов. А если говорить об энергетике, то на долю цифровых технологий приходится от 5 до 10%, что много. Есть и другие исследования, которые показывают, что использование цифровых технологий может снизить выбросы парниковых газов на 20% к 2030 году. Почему это важно учитывать? Потому что с какими мы, прежде всего, проблемами сталкиваемся в Африке? Что нужно учитывать с точки зрения цифровых технологий и экологии? У нас ряд проблем есть. Во-первых, проблемы, которые связаны с регулированием. Когда мы взаимодействуем с органами-регуляторами информационно-коммуникационных технологий, мы видим, что не осознается воздействие КТ на экологию. Необходимо, чтобы такое понимание возникло. Во-вторых, существует взаимосвязь между цифровыми технологиями и влиянием на экологию. Наконец, быстрое развитие этих технологий может само по себе также внести свой вклад в недостаточно полное понимание, поскольку нам необходимо нарастить потенциал с тем, чтобы оценить воздействие этих новых технологий блокчейна на физический сектор, на энергетический сектор, на экологический сектор и так далее, и изыскать какие-то решения. Есть еще одна проблема. Нам необходимо разработать цифровую политику с опорой на все заинтересованные стороны. Мы не можем не вовлекать представителей энергетического сектора, природоохранных органов и прислушиваться к голосам при разработке национальной политики. У нас в нашей комиссии есть несколько инициатив. Во-первых, использование цифровых технологий для адаптации к изменениям климата. При разработке национальной политики мы работаем по изменению климата и подчеркиваем вклад ИКТ в экологию. Это во-первых. Во-вторых, также со стороны регулирования мы оказываем поддержку странам Африки с тем, чтобы они изменили подход к новым регулирующим мерам, в том, что касается, например, экологии и изменения климата. У нас есть ряд инициатив, которые направлены на повышение информированности и относительно того, каким образом использовать цифровые технологии для того, чтобы проводить адаптацию к изменению климата. Мы выбрали несколько молодых специалистов по инновациям. Они в течение недели формировали инновационные подходы и создавали приложения по адаптации к изменению климата. И мы также оказываем поддержку созданию информационных систем в ряде стран. Некоторые страны также опираются на поддержку нашей комиссии при разработке систем раннего предупреждения. В Японии есть система раннего предупреждения. Мы хотели бы создать подобную систему раннего предупреждения на африканском континенте, в разных странах, то есть информационная система по климату. И это также имеет положительное воздействие на экологию континента. Информационная система по климату должна опираться на исторические данные. Мы сейчас разрабатываем, например, одно приложение. Мы изучаем исторические данные по климату, начиная с 20-х годов 20-го века. Есть у нас еще один очень важный проект. Мы создаем центр передовых исследований по батареям и по созданию углеродного реестра. Есть у нас еще один проект по разработке онлайн-платформы. Для того, чтобы смягчать последствия изменения климата. Есть проект по умным городам, приложение, например, по снижению стоимости электроэнергии и так далее. Это также все работы, которые ведутся под эгидой комиссии ООН по Африке. Да, мы также создаем цифровые идентификационные номера и цифровую экономику. Все это для того, чтобы оказывать поддержку африканским странам, для того, чтобы цифровые технологии были направлены на тело устойчивого развития и добиться выполнения повестки перспективы на 2030 год. И мы должны занять наращивание нашего цифрового потенциала в развитии экономики. Это и цифровое здравоохранение, цифровые технологии в области экономики, а также цифровая торговля. И множественное использование здесь возможно, в том числе в госсекторе. Поэтому сегодня, когда мы говорим о наращивании возможностей, мы, конечно, опираемся на новые технологии для того, в том числе, чтобы и сократить последствия изменения климата, адаптироваться к процессам изменения климата в африканском регионе. В Конго мы уже начали использовать элементы искусственного интеллекта в этом направлении. Спасибо, Моктар, за то, что раскрыли этот вопрос и помогли нам построить мост между устойчивостью и цифровым развитием. Это очень важно. Далее мы дадим слово Акселю Клахе. Я еще раз прошу прощения за то, что я вначале на вашем имени запнулся, не смог его сразу прочитать. Да, спасибо. Для меня честь и привилегия выступить перед вами, иметь возможность поделиться своими взглядами на обсуждаемый вопрос. Мы все еще видим разделение между устойчивостью и цифровым сообществом. Нам кажется, по нашим наблюдениям, кажется, что здесь есть еще к чему стремиться и наводить мосты между этими двумя понятиями в глобальном масштабе. Мы по-прежнему видим, что эти два сообщества обсуждают вопросы изменения климата раздельно. И те, кто говорят об экологии, они не ведут диалог с нами, с людьми, которые говорят об цифровой архитектуре и глобальных цифровых системах. Думаю, что те несколько инициатив, которые запущены, помогут как раз навести эти мосты. И я тут хочу сослаться на МСЭ, к примеру, который сегодня как раз занимается этим в рамках КС-28 и занимается зелеными цифровыми технологиями. Это очень важная инициатива. Еще одна инициатива, которую здесь не упоминали, но Дэвид сказал, что было бы хорошо пригласить на следующий форум IGF лидеров агентств, которые занимаются окружающей средой в рамках Организации Объединенных Наций. Уже есть такая инициатива «Коалиция цифрового устойчивого развития», где уже есть такие агентства, международные органы, которые занимаются вопросами окружающей среды и которые ведут обсуждение вопросов цифрового развития. И есть инициативы, которые пересекаются и охватывают обе эти области. Но хотел бы видеть больше такого, хотел бы видеть больше активного участия в нашей цифровой индустрии со стороны людей, занятых в области вопросов изменения климата. И послание, которое я бы хотела до них донести, это послание о необходимости межсекторального общения. Думаю, что важно также отметить слова коллег, которые только что прозвучали о необходимости более конкретных стандартов. Иногда мы боимся затрагивать этот вопрос, потому что требуется от общих концептуальных дискуссий перейти к конкретным мерам регулирования от пилотных проектов к конкретике. Я думаю, это немного страшно делать, но мне это кажется действительно важным, важно поддержать эту идею. Мы сейчас говорим уже не о мечте, а о конкретном регулировании. Мы должны говорить здесь с общей терминологией, с общими стандартами, их нужно разработать. По своей природе мы орган, который работает в проектах в отдельных странах по конкретной теме. Но мы готовы внести свой вклад в эту дискуссию. Мы работаем со Всемирным банком, с МСС по разработке стандартов в области дата-центров, работающих на зеленой основе. Это важный опыт, и мы могли бы его использовать для того, чтобы разработать практическое руководство для зеленых дата-центров. Такой дата-центр был запущен в Найроби по случаю климатического саммита в африканском регионе. И как раз в этом направлении я хотела бы видеть больше инвестиций, больше внимания. Мы все, думаю, слышали обо всех этих инициативах. Это все практический способ эту повестку развивать, устанавливать зеленые правила для закупки, для электронной торговли, для электронных отходов. Это все конкретные шаги и конкретные меры, которые позволят нам перейти, наконец, в плоскость практики. И затем во всей сложности этой дискуссии, в том числе сегодняшней дискуссии, мы видим, что кто-то больше говорит об озеленении цифровой индустрии. Да, это важно, зеленые дата-центры – это один из таких примеров. Но можно и расширять эту деятельность, разработывая инструменты для управления целыми цепочками поставок цифровой индустрии. И можно продолжать работу в этом направлении. С другой стороны, мы обсуждаем здесь возможности раскрытия всего потенциала цифровых технологий и инструментов, которые они предоставили для того, чтобы поддержать трансформацию экономики и перевод экономики на зеленые рельсы. С тем, чтобы наша экономика действительно стала свободной от углеводных выбросов. И это прекрасная цель – вместе охлаждать планету. Конечно, можно приводить много отдельных примеров. Но я думаю, что в будущем было бы хорошо создать некую единую платформу для обмена знаниями, которая позволит приходить к выводам на основании большого количества данных. И все смогут быть участниками такой платформы. Существует ряд инициатив на глобальном юге, в Африке, в Индии по искусственному интеллекту при этом в контексте адаптации к изменению климата. Это многообещающие процессы. У нас уже есть интересные примеры того, как это работает. Например, в области управления водными ресурсами в Африке. Мы уже здесь это представляли сегодня в рамках форума. Мы работаем с сообществами по тому, как можно пользоваться результатами работы искусственного интеллекта для того, чтобы управлять, информировать стратегиями по управлению водными ресурсами. Есть книжка и восточно-африканская инициатива по продвижению мер адаптации к изменению климата в сельскохозяйственном секторе. Что я хочу сказать? Думаю, что уже существует большое количество проектов, и следующий этап будет подведение итогов и дальнейшее продвижение и масштабирование этой повестки. Мне кажется, что это важная работа, и мы привержены делу озеленения цифрового сектора, будь то региональные инициативы, такие как Африка, ЮНЕКО, Африканская комиссия по экономическому и социальному сотрудничеству ООН в Африке. Спасибо. Спасибо за ваше выступление. Да, действительно, тема наша посвящена наведению мостов между зелеными инициативами и цифровым развитием. Если у кого-то есть вопросы в зале, вы можете сейчас взять слово. Я вижу поднятые руки, поэтому свои вопросы я пока продержу. Спасибо. Спасибо за ваш вклад. Меня зовут Хана Бот. Я секретарь голландской инициативы по зеленой и устойчивой цифровизации. Тема эта важна. У меня вопрос к Майке, поскольку она говорила о стандартах. Мы говорили о взаимосовместимости существующих стандартов безопасности. Каков международный статус на сегодняшний день в области развития стандартов? Майке, вопрос вам. Но если кто-то еще хочет что-то добавить, поэтому вопросы вы тоже можете это сделать. Майке, пожалуйста. Стандарты разрабатываются для глобального использования. Они не ограничены рюрисдикцией с нашей точки зрения. И адаптация – это, конечно же, вопрос принятия правительствами или компаниями. Стандарты ИР, которые разрабатываются, они ведут к определенным правилам и стандартам на территории стран. И здесь вопрос в том, как интегрировать эти стандарты в электросети, например, и микроэлектросети в крупной электросети. Эти стандарты по энергетике, например, подразумевают использование беспроводных систем. И существует большой список стандартов, которые называются устойчивыми. Я на ваш вопрос отвечаю? Да, спасибо за ваш ответ. Я думаю, это очень полезно слышать. Но, как я уже сказала, мне кажется, что необходимость адаптировать эти стандарты нельзя преувеличить. Она действительно велика. Потому что мы сегодня переживаем климатический кризис. Эта работа начинается. И началась она не так давно. Но мы сегодня начинаем с измерения углеводного следа малых организаций. Представьте себе, что более 90% предприятий – это малые и средние предприятия по всему миру. Но при этом они составляют 50% ВВП по всему миру. Поэтому у нас нет сегодня рамочной структуры для этих компаний, чтобы они могли принимать участие в углеводной экономике и так далее. Поэтому нам эти стандарты нужны для того, чтобы обеспечить внимание СМИ и обеспечить устойчивое их участие в функционировании всей ценностной цепочки. И также создать такой устойчивый подход в области закупок. Я думаю, что предложение накладывать лейблы так называемых цифровых паспортов для продукции, которая поступила от европейских партнеров, еще пока не сформулировано окончательно. Но стало бы, могло бы стать большим и важным шагом в направлении, о котором мы сейчас говорим. И это могло бы стать глобальной инициативой, потому что влияние такой инициативы нас значительным образом бы продвинуло вперед в деле озеленения цифровой сферы. Но должны тогда и правительство, и компании тоже принять это на вооружение. Так что ваш вопрос на 100% в точку. Спасибо за ваш ответ. Я хотела бы продолжать с вами быть на связи, чтобы получать информацию о развитии. Спасибо. Хочу добавить здесь, что важно осуществлять эту работу, и эти стандарты необходимо приводить в жизнь и делать их соблюдение обязательным. Необходимо практическое применение этого законодательства. Поэтому адаптация – это начало этого этапа работы. Может быть, кто-то еще хотел бы добавить на эту тему что-то. Может быть, у Дэвида есть что сказать. Тем временем я приглашаю присутствующих в зале задавать вопросы. Я здесь часто слышу фразу, которая мне нравится – ответственная инновация. Мы здесь говорим о корпоративных стандартах и о том, насколько они важны, и насколько важно соблюдение этих стандартов. Поэтому если мы говорим о более широком применении инновации, то, конечно, должна существовать такая рамочная структура, которая позволяет это ответственное использование. И если компании разрабатывают возможности использования приложений, тех или иных товаров и услуг, то это должно быть ответственным процессом с точки зрения окружающей среды. И я думаю, что большее количество цифровых инноваций, например, возьмем биткоин, скорее всего, устойчиво с точки зрения окружающей среды просто по своей природе. Это такой общий язык, на котором мы можем говорить, цифровой язык. Спасибо. Я хотел бы отметить важный комментарий, который откликнулся мне. Вы затронули очень важный вопрос – это вопрос стандартов. И он поможет сократить негативное влияние изменения климата. У нас уже существует рамочная конвенция ООН по вопросам изменения климата, РКИК. И мы в Африке поддерживаем эту работу. Мы разрабатываем свою стратегию и политику на основе этих принципов. Мы должны, как мне кажется, работать на ДЭТе на международном уровне. И идея этого партнерства в области КТ под эгидой, например, МСЖ даст нам возможность разработать стандарты, подключая частный сектор в деле разработки таких стандартов. И тогда это действительно будут практичные стандарты, которые будут взаимосовместимы. И это важно. Мне кажется, что форум IGF – это отличный форум, на котором можно в качестве платформы начать дискуссию на эту тему. Спасибо, Муктар. Я вижу еще несколько вопросов в Зуме и в зале. Давайте начнем с зала. Мы получили вопрос онлайн. Я вам его зачитаю. Вопрос из Зуми о Гутаме. Что мы можем сделать для того, чтобы укрепить сотрудничество между интернет-сектором и природоохранным сектором? Это вопрос, наверное, Акселю в основном. Хороший вопрос, но это очень широкий вопрос. Мы бы как раз, наверное, так и назвали нашу сессию. Мы как раз об этом и говорим. Я верю в форумы, вроде того, на котором мы сейчас находимся. Цель этого форума – объединить эти два сообщества. И мы все уже высказали именно это, когда мы представлялись и делали свои презентации. И мы должны теперь смотреть глубже. И смотреть, что именно у нас есть и как это все можно объединить. Есть технологии, есть стандарты. Есть точка зрения потребителей и их удобства. Мы это очень кратко затронули. Вообще ответственность потребителей сегодня очень поверхностно затрагивалась. Но задумайтесь над всеми этими разными уровнями, которые ведут к тому, что разные участники процесса должны использовать разные формы регулирования. И далее должен быть некий мониторинг, который существует в рамках этих стандартов. И который помогает отслеживать уровень ответственности, уровень соблюдения этих правил. Конечно, это достаточно широкий контекст. И мы должны учитывать сегодня, где и сейчас мы находимся по вопросу охраны окружающей среды. И что мы можем здесь делать в международном контексте. Это ведь непросто. И я восхищен тем, что цифровое сообщество пытается более активно над этим работать. Кенли, вы хотите добавить? Да. Я хочу сказать, что важно связывать все эти общественные движения. Вообще все эти движения. Особенно движения по охране окружающей среды, которые уже принимают участие в дискуссии по передовым практикам, по стандартам. Исходя из моего опыта в Центральной Америке, могу сказать, что это сложная задача. По крайней мере, таковой она была до нынешнего времени. Задача связать эти разные сектора и посадить их за один стол, так сказать. Цифровой сектор, движение за цифровые права и движение за охрану окружающей среды. Это два сектора, которые мало где пересекаются. По крайней мере, так было до нынешнего времени. Это вызывает у нас озабоченность. Мы друг друга не до конца понимаем. Мы не до конца понимаем проблемы и вопросы друг друга. Иногда мы, конечно, пытаемся как-то объединиться, но пока это по проектам происходит. Мы часто говорим о том, что движения связаны, что необходимо их наращивать, расширять, пытаться вместе формировать предложения для законодательной, для сообществ. И я всегда здесь привожу следующий пример. Это движение за органическое сельское хозяйство. Они уже разработали ряд практик, которые можно взять на вооружение, как минимум рассмотреть их. И это пример, над которым мы работаем. Спасибо. Я вижу поднятую руку. Пожалуйста. В зуме я увидел поднятую руку. У меня вопрос к Акселю. Аксель, спасибо за вашу инициативу использовать искусственный интеллект. Это того, чтобы эти инициативы объединить и объединить эти разные проекты. Здесь были приведены примеры Конго-Бразавиля о том, как можно сократить влияние изменения климата при помощи цифровых технологий. Есть ли некий канал, который можно использовать для того, чтобы связываться с организациями и исследовательскими центрами, которые сегодня работают над вопросами ИИ в области изменения климата? Вы конкретный центр имеете в виду? Вы хотели бы обратиться в какой-то конкретный центр? Или вы в целом спрашиваете о том, кто этим занимается и как с ними связаться? Я вопрос так понял, что мы здесь должны рассматривать возможности сотрудничества. И мы более чем готовы это рассмотреть. И я думаю, что все эти инициативы могут быть успешными, только если мы будем думать о них как о партнерских инициативах. Это не отдельные институциональные проекты или какие-то инициативы организации. Я уже пытался сказать, что эта дискуссия об использовании искусственного интеллекта в деле охраны окружающей среды и сокращения последствий изменения климата требует более широкого обмена опытом, обменной информацией о результатах и планов о том, как можно эту повестку продвигать далее. Я готов связать вас с нашими экспертами, с членами нашей команды, если вы свяжетесь со мной. Крис? Спасибо. Я Крис Макрич, представитель технической группы АЖФ. И я хочу поблагодарить всех выступающих за интересную презентацию. Я здесь хочу немного в другой роли выступить и задать вопросы, прокомментировать с другого конца, так сказать. Мой комментарий связан с вопросами, которые уже здесь прозвучали о роли форума АЖФ в наведении мостов между движением за защиту окружающей среды и нами, цифровым сообществом. Я хотела бы сместить внимание немного здесь на национальные и региональные инициативы, как раз в отношении АЖФ, как более широкой экосистемы, которая включает региональные и национальные АЖФ-сессии и семинары. Я много работала с Евродигом, и там проводилось множество семинаров в рамках Европы как региона на различные темы в последние несколько лет. И я думаю, что это действительно полезная возможность навести эти мосты, эти связи построить и сделать это, подключая организации на самые мелкие, подключая малые и средние предприятия, и затем уже подключая через них местное сообщество, которое вовлечено в процесс управления интернетом. В этой связи хотел бы упомянуть то, что мы в этом году делали с точки зрения проведения семинаров, и как именно цифровой сектор может быть связан с обсуждением вопросов окружающей среды. Мне кажется, что Мактар может это прокомментировать, о том, как именно строятся эти связи между ИКТ и цифровой деятельностью, и влиянием этой деятельностью на окружающую среду. Мы в Евродиг тоже, конечно, подключаем и искусственный интеллект, и здесь и ОСР представлен, была проделана работа. Мы здесь рассматриваем и работу дата-центров, и стриминговых платформ, и мы здесь уже ведем большой диалог в данный момент в Европе, связывая вопрос дата-центров, а также использование энергии. Вот один из примеров такой прямой связи между охраной окружающей среды и цифровых технологий. Вопрос у меня к вам, уважаемые участники дискуссии. Видите ли вы необходимость лучшего процесса информирования законодателей в том, что касается влияния цифровых технологий на окружающую среду, и как может IGF этому способствовать на глобальном и региональном уровнях? Я думаю, что никогда не может быть слишком много информации, которая информировала бы решение о законодательстве. Я думаю, что то, что было лучшим решением 10 лет назад, сегодня уже таковым не является. Поэтому необходимо информировать законодателей, необходимо доносить до них текущую информацию и делать так, чтобы у них была новейшая информация, чтобы позволять им принимать наиболее эффективные решения. Это позволит законодателям и тем, кто вовлечен в процесс принятия решений на законодательном уровне, принимать информированные решения и понимать, что происходит в индустрии. Иначе очень тяжело получать своевременную информацию. Например, в 2017 году у нас были некие предсказания, прогнозы по тому, сколько энергии будет потреблять ИКТ. Сегодня мы видим, как эта цифра отличается от того, что было спрогнозировано. Если вы посмотрите на ядерную промышленность, то там опять-таки большие изменения происходят с малыми модульными реакторами, которые развиваются сегодня гораздо быстрее и иначе, чем это прогнозировалось, предлагая решение удаленным сообществам получать чистую энергию. И здесь, я думаю, можно запустить длительную дискуссию. И поэтому те, кто принимает участие в процессе законодательном, должны иметь новейшую информацию. Я знаю, что такие решения, такие сессии, информированные ИР, проводятся, например, в Конгрессе США раз в год. Но я думаю, что этого недостаточно. Я хочу сказать, что в Соединенном Королевстве, когда мы проводили встречу IGF несколько лет тому назад, мы как раз пригласили консультанта по МГИ, который говорил о циркулярной экономике. И я разочарован потому, что в конечном итоге мало кто принимает участие в таких форумах. Нам необходимо шире распространить эту информацию. Но в том, что касается в целом политики, то, вы знаете, нередко дискуссии сводятся к тому, что произойдет в идеальных обстоятельствах, если можно использовать наилучшую возможную технологию при наличии необходимых обязательств. Вопрос в том, что происходит не в идеальных обстоятельствах, потому что обстоятельства идеальными не бывают. Да, у нас есть опленные чаяния, но нужно добавить к этим чаяниям реализм. Нужно, чтобы те, кто занимается экологией, те, кто занимается технологией, знали, что происходит друг от друга. Европейская сеть ученых, которая построила цифровую перезагрузку, как раз этим и занималась. Это очень интересно. Да, я вижу, что у нас просят слово из зала. Поэтому мы опубликовали экоиндекс интернета. Нам необходима информация. Нам нужно знать, есть ли у нас способы измерения балансированности цифровой трансформации и углеродного среда. Давайте теперь высказать, а потом дадим слово залу. На местных IGF необходимо включать голоса других движений, с тем, чтобы они приняли участие в управлении интернетом для обсуждения тех ключевых вопросов. Я в нашем местном IGF работаю уже последние 10-12 лет. Не помню уже точно сколько. Была одной из первых. Но нам всегда нужно стремиться привлечь людей из других секторов. Это не наш разговор. Нужно быть общим. Нужно привлекать тех, кто является активистом в экологическом движении, в движении коренных народов. Они должны тут присутствовать. Но сначала голоса должны быть слышны в местных IGF. И разговор должен быть открытым. Должен включать в себя голоса представителей других движений. И еще, я просто не могу не отреагировать на то, что было сказано ранее. У нас, по сути, в основе нашего цифрового общества лежит деструктивная модель. Очень трудно обеспечить сбалансированность в использовании цифровых технологий и найти необходимое равновесное положение между пользой, которую приносит цифровая технология, и ущербом окружающей среде. На наших IGF мы обсуждали тот факт, что основой цифрового общества является деструктивная модель. И это то, что обсуждали мы внутри феминистского движения, внутри движения коренных народов, внутри движения по социальной экономике. Но существует эта модель, а нам необходимо создать другую модель хозяйствования, которая бы опиралась на другие ориентиры. И тогда же мы сможем использовать технологии без такого негативного воздействия на окружающую среду. Я просто не могла этого не сказать. Благодарю вас. Я хочу передать слово тому, кто стоит у микрофонов из Умио Китании. Вы хотели бы что-то добавить к этому? Не знаю, кто был первым. Чак или Кино, а потом Джазмин, а потом из Умио, может быть, что-то добавит. Далее попрошу вас отреагировать на вопросы и включить в это ваше заключительное слово. Спасибо. Меня зовут Чед Гарсия. У нас было очень интересное выступление в отношении электронных отходов. Выступили двое из Индии и из Уганды. Представители маленьких организаций, которые пытаются положительным образом решить проблему электронных отходов у них по месту жительства, по месту расположения. И через нашу сеть мы распространяем набор инструментов по циркулярной экономике. Работаем со множественными организациями, которые входят в эту сеть. Какие соображения возникли? Мы знаем, что 2 миллиарда 600 миллионов человек должны быть подключены к интернету. И мы знаем, что этим 2,5 миллиардам нужны новые устройства, на что пойдут новые ресурсы. И тут я поняла, что мы очень многое могли бы сделать. В том числе мы могли бы в большей степени подчеркивать то, что сейчас уже хорошо себя зарекомендовало. Все должно быть прагматическим и реалистичным. Да, есть то, что мы должны, можем сегодня сделать, что уже срабатывает и что может дать значительный эффект. И я полагаю, что мы могли бы, может быть, заниматься этой работой вместе и проанализировать, что дает хорошие результаты. И сотрудничать на этой основе. Спасибо, чат. Кино. Здравствуйте, меня зовут Кино. Я вице-председатель интернет-ассоциации Японии. Мой вопрос касается стандартов. Я полностью согласен с тем, как важны стандарты в данном контексте. В то же самое время несколько выступающих ранее говорили о том, что с точки зрения цифровизации и устойчивости эти две области могли бы объединиться и каким-то образом лучше друг друга понять. Мой вопрос и комментарий состоит в следующем. Прежде чем переходить к стандартизации, мне кажется, необходимо разработать практику и понять, как цифровые технологии будут способствовать защите экологии и повышению устойчивости. Мой вопрос, соответственно, в следующем. А вы видите ли подобную необходимость и видите ли вы возможности для разработки практики до разработки стандартов? Спасибо, Кино, Джазмин, а потом слово удаленному участнику Зуми и Белчи. Пожалуйста, отреагируйте на вышесказанное. Спасибо, Эдмунд. Я представляю молодежь Гонконга. Мой вопрос также касается стандартов. Мне кажется, что идея картирования движения и системы очень интересная. Мой вопрос состоит в следующем. Мы все из разных регионов, у нас у всех свои собственные стандарты есть в том, как мы собираем данные. Но когда мы все встречаемся на этой платформе, нам нужна визуализация, централизация платформы с тем, чтобы понять, кто что делает. Каким образом можем мы коллективным образом оценить эффект от нашей деятельности? Как вы считаете, какую роль вы играете в своем кругу с точки зрения измерения данных и воздействия технологии на экологию? Это напрямую связано с пробелом в дорожной карте и с другой проблематикой. Мне кажется, необходимо ускорить процесс обсуждения и начать обмениваться информацией в составе нашей группы. Спасибо. Изуми. Вы смогли включить микрофон? Удаленный участник. Изуми. Изуми? Может быть, администратор должен включить микрофон Изуми-Окутани, чтобы она могла выступить? Если нет. Выступает Изуми-Окутани. Простите, что шло несколько минут на то, чтобы включить мой микрофон. Очень интересное обсуждение. Мне особенно интересным показалось предложение о создании платформы для обмена информацией разными участниками процесса. Ранее больший акцент делался на предоставлении информации лицам, ответственным за принятие политических решений. Но в дополнение к этому делать акцент на тех, кто работает в этой отрасли. То есть, какие действия могут принимать все компании, интернет-сообщества. То есть, какие действия могут принимать отраслевики, а не только политики. В связи с чем? В дополнение к регулирующим нормам, мне кажется, что нам необходимы руководящие нормы относительно того, каким правилам следует следовать всем, кто работает в этой отрасли. И региональные, и национальные IGF, мне кажется, могли бы способствовать распространению информации среди этих участников рынка. Но необходимо еще дополнительные усилия направить на это с тем, чтобы эти разговоры не ограничивались стенами IGF, а с тем, чтобы об этом узнавало техническое сообщество. Спасибо, Изуми. И последнее, короткое выступление. Но, учитывая, что это действительно последнее выступление, я буду кратко выступать. Я, Элейн, живу в Сингапуре. И я здесь присутствую как гражданин мира. Хочу сказать следующее в этой связи. Во-первых, очень мало вариантов устойчивой жизни в городах, образования. Я была в колледже ООН по устойчивости образа жизни. И я задаю следующий вопрос. Можем ли мы в большей степени образовывать граждан и предоставлять больше мер стимулирования для того, чтобы граждане могли по-другому потреблять и иметь более устойчивый образ жизни? Спасибо. Теперь обращаюсь к нашим дискутантам. Попрошу их сказать несколько слов в завершении сессии. Вы знаете, я тут меньше всего выступала, потому что я представляю развивающуюся страну, когда все говорят об искусственном интеллекте и о формировании политики. А у нас предыдущий этап. Мы только на первых этапах цифровизации. В нашей стране нам нужен передовой опыт страны. И чем можем научиться передовому эти другие страны? Каким образом интегрировать технологию с учетом этого накопленного передового опыта? И каким образом нам образовывать население с учетом необходимости наращивания потенциала? На какое технологическое развитие мы можем рассчитывать? Как сделать так, чтобы те технологические решения, которые используют в нашей стране, были бы понятны пользователям этих технологий? И может быть, IGF, как такая единая платформа, может в большей степени привлекать сектор работы в области устойчивости. То, о чем говорила Изуми, больше привлекает частный сектор и представитель правительства с тем, чтобы они друг с другом разговаривали, вносили свой вклад по вопросам создания цифровой среды. Спасибо. Благодарю вас. Вы знаете, так много сложных вопросов. Ответить на них за одну минуту, конечно же, невозможно. Мне очень интересно в этой дискуссии, очевидно, показалось следующее. Когда мы стремимся объяснить сложные вопросы тем, кто принимает решения, мы пытаемся объяснять просто и понятно с точки зрения приоритетов. И нам на следующем этапе нужно сделать именно это. Однозначно сформулировать, например, план действий из 10 пунктов. Так, чтобы те, кто принимают решения, должны понять, что необходимо в срочном порядке. Порой мы, объясняя, добавляем дополнительный сложный уровень разъяснения. А политикам трудно в этом разбираться. И трудно прийти к выводам, которые были бы оптимальными. Поэтому мне кажется, что нам необходимо все очень четко объяснить. Мы все говорим об одних и тех же крупных тенденциях. Что нас ждет в ближайшие 10 лет? Мы уже слышали о том, что 30% населения еще не имеет доступа к интернету. Это изменится. Это будет иметь колоссальные последствия с точки зрения окружающей среды. Это значит, что сейчас меньше центров хранения данных находится на глобальном юге. Это изменится и будет иметь последствия с точки зрения окружающей среды. Вот те пункты, которые требуют немедленного внимания. Спасибо. Я многое узнала. Было очень интересно. Мои выводы. Говоря о будущем и строй мостики к устойчивой всепланетарной биосфере, поскольку это куда больше явлений, чем просто экология, нам необходимо многопространственное сотрудничество по разным юрисдикциям, гражданскому обществу и другое, с тем, чтобы мы могли согласовать рамки подотчетности. А у нас этого нет даже в отношении электроэнергетических компаний. Нам это необходимо для того, чтобы измерять воздействия и делать компании подотчетными, и потом их пересматривать по мере необходимости. Кроме того, у нас много очень сложных проблем, в которых сосуществуют противоречивые потребности. Сегодня, то, что нужно сегодня, и то, что понадобится завтра. Друг другу могут противоречить. То есть нам нужно понять, каким образом обеспечить сбалансированность сегодняшних нужд и нужд завтрашних. Далее, двигаясь вперед в построении культуры устойчивости, необходимо, чтобы в каждый проект во все была встроена идея устойчивости. И никого нельзя оставить за бортом. И это тот случай, когда мы просто не имеем права не добиться успеха. Я хочу поблагодарить всех за высказанное мнение. Мне кажется, что это была очень интересная дискуссия. Мы говорили о четырех этапах. Во-первых, интеграция. То есть интегрировать больше движений, больше представителей, больше поколений в эту дискуссию. Во-вторых, лучше понять и разобраться. Мне кажется, что очень сложная проблема. Нам нужно лучше понять, что происходит. И эта идея общей платформы сама по себе очень интересная идея. И еще одна возможность понять, что происходит, как происходит, что и кто производит все эти ситуации и так далее. Мы лишь в начале этого пути. В-третьих, распространение и создание движений по вопросам цифрового общества и экологии. И мы говорим не о цифровых технологиях, а о цифровом обществе. И, в-четвертых, изменить то, каким практикам мы используем. Мы говорим о золотой середине. Золотая середина с точки зрения пользы и вреда. Еще 25 лет тому назад я этим занималась. 25 лет тому назад я говорила о том, что необходимо обеспечить подключенность всех. А теперь я говорю, что те, кто хорошо подключен, может быть, им нужно чуть меньше связи, а те, кто не подключен совсем, им нужно чуть больше связи. Видите, как изменился мой подход к цифровому обществу. Спасибо, Дэвид. Одной из проблем является следующее. С точки зрения экологии, каждый индивидуальный человек считает, что его действия оказывают очень маленькое воздействие на экологию. И поэтому это не так важно. Именно поэтому так важны государственные структуры, государственное регулирование, стимулирование ответственного экологического поведения, меры, направленные на разработку экологичных продуктов, разработку соответствующих стандартов и так далее. Какая информация распространяется по экологии, по экологическим вопросам? Какая информация предоставляется гражданам, как потребителям, с тем, чтобы они могли совершать устойчивый выбор? Нам необходимо распространить в цифровом секторе, во всем цифровом секторе, подход, основанный на этике устойчивости, с тем, чтобы при принятии всех решений учитывалось воздействие этих действий на окружающую среду. Благодарю вас, Дэвид. Мы выбиваемся из графика, но однозначно понятно одно, что это долгий путь, и необходимо продолжать вести этот диалог. Может быть, каждый из жителей планеты не может внести большую лепту в это, но необходимо коллективные действия, необходимо, что на региональном уровне, на местном уровне объединять заинтересованные стороны, представители министерств, правительственных структур, компаний, работающих в этой отрасли и так далее, и организовать диалоги. Я призываю вас сделать именно это. И через год, когда мы встретимся на IGF, вы нам расскажете о том, что было сделано и какими должны быть дальнейшие шаги, поскольку по этому вопросу провал, даже вероятность его, не рассматривается. Большое спасибо. Давайте поплыверим всех участников дискуссии. Спасибо. 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 Спасибо.